Долгожданный новый сезон. Обновленное название, но по-прежнему только самые высокие цели. Женский волейбольный клуб «Динамо Акбарс Казань» провел первые официальные матчи сезона. Действующие чемпионки России стали хозяйками одного из четырех предварительных этапов Кубка России памяти Гиви Ахлидиане. Приятно вернуться на площадку после паузы из-за коронавируса. Но меры предосторожности в новом сезоне станут неотъемлемой частью. Главное не заболеть. Сейчас у всех, по-моему, одна цель. В нашей команде все по плану. Перед стартом мы сдали анализ, все в порядке. Надеюсь, что так и будет продолжаться. В розыгрыше Кубка России принимают участие 22 команды, разбитые на 4 группы. 12 сильнейших продолжат борьбу за трофей. Соперницами команды Решата Гелезудинова стали «Протон», «Краснодарская Динамо», «Уфимочка», «УГНТУ», «Импульс» и «Северянка». Этап Кубка России стал хорошей проверкой и отличной возможностью для молодежи проявить себя. У нас 12 человек все готовы, 14. Поэтому ни у кого 100% места нет в составе. Поэтому цель была наиграться, попробовать всех. Много поиграли, всем дали почувствовать. Болезнями, то есть, ну как бы все равно были проблемы по здоровью. Там уже кистарцевая спина, то есть долго приходила в себя. И все равно дать поиграть молодым тоже это очень важный аспект, который, ну как, важен всегда. И когда есть такая возможность наиграть, это очень приятно и хорошо. Встречи с «Волгодонским импульсом» и «Череповецкой северянкой» завершились уверенными победами чемпионок России со счетом 3-0. В этих играх пасовала Елизавета Попова, а на краях ей здорово помогали Брисио, Фабрис и Татьяна Кадочкина, настрелявшая 27 очков против «Северянки». Ну, мне кажется, совсем о форме еще рановато говорить, потому что такие перепады, и все равно ей нужно еще больше сыгрываться, поэтому посмотрим уже, когда на официальных играх. Но пройти домашний этап без поражения не удалось. Саратовский «Протон» во главе с Юрием Маричевым, Бавыкиной, Руссу и Симоненко вышли на матч с «Динамо» максимально заряженными и переиграли хозяек 1-3. «Проигрыш никогда не бывает приятным, неважно, проиграл ты за счет своих ошибок или соперник был хорош, но сегодня тоже очень много не хватало какой-то силы, чтобы добить в своих реализациях, и я думаю, поэтому получился такой результат». «Протон» молодцы, хорошо сыграли. Мы где-то не добили подачу. «Протон» – хорошая команда, все готовятся, все в одинаковых условиях были, 4 месяца пауза была, все примерно в одно время начали, все будут лезть друг на друга, все хотят в полуфинал, в финал и выиграть». А вот матч с «Краснодарским «Динамо» получился невероятно упорным, хоть и завершился всего лишь в трех сетах. Правда, все закончились со счетом 25-23 в пользу казанской команды. Более 10 очков, набрали сразу четыре волейболистки – Королева, Брисио, Фабрис и Федоровцева. «На каждый матч готовимся отдельно, поэтому сегодня в таком сочетании играли. Взаимодействие игроков еще до идеала, наверное, далеко. На этом пути, я думаю, будет с каждым днем все лучше, легче, взаимодействие, поэтому все по плану». Все ждали возвращения Евгении Старцевой на площадку после травмы. Капитан команды сыграла в последней игре этапа против Уфимочки. Да, до оптимальных игровых связей еще, конечно, далеко, но сам факт появления Евгении не может не радовать. Ожидаемые 3-0 в матче подвели итог казанского этапа. «Ну, у нас все равно еще неполный состав, то есть наигрывается молодая связка, это тоже дает свой результат. У нас прервалась немножко подготовка, потому что тоже прошел тур в Калининграде, когда тоже, к примеру, ну, и я выпала из тренировочной работы Анька Малова, и поэтому я думаю, это тоже очень сильно сказывается на качестве игры». Четыре победы в пяти матчах для «Динамо Акбарс». Первое место в группе и путевка в полуфинальный этап, который состоится с 29 октября по 1 ноября. Второе место заняли волейболистки «Протона», третьим стала «Краснодарская Динамо». Именно эти команды и продолжат борьбу за Кубок России. «Всех с победой, молодцы, с решением всех задач, хорошо, много поиграли, всем дали почувствовать». «Да, первое место, хорошо закончили, хорошо сыграли, тоже выполнили очень много поставленных целей, и это самое важное в этом турнире». Подпишитесь, подпишитесь быстро на «Динамо ТВ». Вы еще этого не сделали? Нет? Тогда быстрее. Ссылка где? В профиле, в профиле, ссылка в профиле. Обязательно подпишитесь. Да, да, сдай.